Недвижимость у них есть, они не понимают, что кредитование под объектом монопольного права, это то, что дает конкурентное преимущество на рынке. У них получается дополнительный процент дохода за счет диверсификации залогового портфеля. У них снижаются расходы банка-кредитора по кредитной сделке, не надо выезжать там, где эта недвижимость находится, на каком состоянии и так далее. Уникальные объекты могут оказаться более сильным механизмом воздействия заемщика, чем традиционные объекты, потому что заемщик понимает, что если банк отберет и передает это конкурентам, для него это подобие смерти. Поэтому компания заемщика выгодно вернуть деньги, чтобы не потерять свои монопольные права, не говоря о том, что эти кредитные учреждения могут подняться на качественно новый уровень в кредитовой. Какие предложения по содействию развития кредитования под залог? Как мы уже говорим, что все-таки там, наверное, выйти на бизнес-образующие технологии, когда они будут рассматривать не только отдельный взятый патент, все-таки там, когда уже вы поймете, когда производится продукция, продается и начинаете получать доходы, патент может составлять небольшую часть, а потом целая совокупность там, да, те же сопровождающие там знания, технологии там, да, документация, которая, к сожалению, в первичном постановлении нет, но в них можно, как мы уже сказали, можно упаковать вот безумно-образующих технологий. Не говоря о том, что для обеспечения прозрачности сделок и добиваться информационной открытости рынка, интеллектуальности, здесь ликвидность предмет залога имеет иной смысл, да, здесь не столько надо быстро продать, если там банк будет искать, кто это будет покупать, вряд ли найдет он второго покупателя этого патенту, да, поэтому здесь очень главное, кто может быстро это организовать, производство продукции на базе этой разработки. Конечно, надо создавать региональное отделение вот этого компания, корпорации малого среднего предпринимательства, если российский банк открыт, ну, может быть, региональные сами могут создать фонды в содействии и кредитовании, так, которые там могла бы выполнять те функции, да, гарантийных обязательств, вот я убрал там вот в Великобритании, есть созданная специальная организация, которая уступает, консолидирует все патенты обладателя, от их имени, как раз таки обращается к профессиональному учреждению. Следующее там активное развитие теоретических практических аспектов, ну, там вот в докладе было сказано, что корпорация малосреднего предпринимательства всеми структурами организовывает полуоценщиков. Во-первых, это нарушение антимонопольного законодательства, любой оценщик может выполнять оценку. Другой вопрос, да, если завтра у банка возникает вопрос в отношении этой оценки, то, значит, оценщик должен правильно ответить, и это должно начинаться вот с коллективного выполнения, поэтому здесь привлекать именно не любого оценщика, к сожалению, когда Минек ввел квалификационные аттестаты, они объединили оценщик и интеллектуальность. Ну, в России сложилось четыре направления. По недвижимости оценщики, по движению имущества машинооборудования, по интеллектуальной собственным материальным активам, а потом бизнес в целом. Когда Минек ввел аттестат, бизнес объединился, материальная оценка интеллектуальной собственности объединилась в бизнес. Но оценщики интеллектуальной собственности – это штучные оценщики. Так, сегодня, если там в реестре 15 оценочных СРОО порядка 17 из оценщиков, вы по пальцу можете посчитать, кто действительно квалифицированно может выполнять оценку интеллектуальной собственности. Поэтому при привлечении на такие работы, как лучше, значит, надо привлекать специального оценщика. Конечно, у нас есть разные там структуры, школа оценщиков интеллектуальной собственности, которые могут сказать, за 15 минут мы тебя научим, как оценивать товарные сдачи. Вот если оценщики этой школы будут оценивать, тогда могут быть определенные проблемы, я это вам гарантирую, потому что я сталкиваюсь с такими оценщиками. Здесь еще раз мне хотелось бы напомнить практическое руководство по оценке интеллектуальной собственности для Роснано, когда патентообладатель оценил патент, Роснано 50% этой стоимости, 50% Роснано давало, создавали проект на какой-то организации, там реализовались. Вот это механизм оценки. Конечно, это было в 2008 году, сегодня уже с 1 января 2020 года вступает в эти новые международные стандарты оценки. Поэтому при разработке такими рекомендациями можно это учесть, поскольку то, что наличие жалобы со стороны банков говорит о том, что несмотря на то, что у нас КСУ есть, видимо, они недостаточно, если не доверят банки этим оценкам. Качественная экспертиза самого объекта интеллектуальной собственности. Здесь мы видим одним из вариантов, мы не говорим, что это только так, это как раз-таки использование интеллекта сертификации объекта интеллектуальной собственности. По крайней мере, когда вы проводите такую сертификацию, так можете отвечать на ряд ключевых вопросов, которые, несомненно, возникают у Роснано-Барта, когда вы обсудаете предмет кредитования. Не говоря о том, что, как мы уже сказали, в соответствии с постановлением правительства, только регистрируемые патенты, объекты интеллектуальной собственности могут выступать как предмет заказа. А те секреты производства, ноу-хау, целый комплект конструкторской технологической документации, где формула изобретения практически реализуется, они остаются за пределами этих прав. Поэтому, если мы это упакуем в единые бизнесообразующие технологии, тем более, вот эта система позволяет провести добровольную регистрацию таких результатов интеллектуальной деятельности. Поверьте нашему опыту, мы и в судах там вызывали, и мы, когда там показывали, что это была регистрация в рамках системы добровольной сертификации, суды всегда принимали в пользу такой регистрации. Поэтому вот здесь, на наш взгляд, использование такой экспертизы через сертификацию тоже может стать одним из механизмов минимизации рисков кредитования под залог объекта интеллектуальной собственности. Конечно, страхование самого объекта. Интеллектуальная собственность как механизм дополнительных гарантий, так, к сожалению, такого механизма не всем страховым компаниям понятно. так, значит, как страховый продукт. Так, конечно, здесь речь не идет о компенсации рыночной стоимости самого патента, о тех расходах, которые были связаны с реализацией этого объекта. Таким образом, если будут обеспечены соответствующие развитием нормативных механизмов и правовых механизмов банковское кредитование, тогда это будет способствовать эффективному использованию таких результатов. И, конечно, банки тоже остаются в выигрышном положении. Пожалуйста, если вопросы, это наши координаты, мы уже более 20 лет занимаемся оценкой экспертизы сертификации. Любые вопросы, связанные с этим объектом, решаются экспертами нашего института. Я только два вопроса озвучил, но прошу прислушаться. Мы буквально недавно, 7 ноября, озвучивали часть подходов вообще к институтам оценки в международном блокплане и в частности в том, который складывается у нас. Как вы знаете, ответственность за формирование института пациентов института пациентов государство себя несколько раз снимало. И хотя она фактически говорит, что есть регулятор в виде Министерства экономики и даже Центрального банка, этих регуляторов нет. Никто не возьмет на себя отрицательности методологически обосновать ваши работы как института оценщика. Потому что эти методики, которые на самом деле работают на зарубежье, по вывозу капитала, обманывают. Эти методики, слышите, эти методики выстроены таким образом, чтобы капитал уходил и собственность уходила. А у вас нет методологии оценки. До сих пор критерий, подтверждающий, что этой методологии у вас нет, вы не можете сегодня оценить ни один информационный процесс. А в чем заключается вопрос? Теперь вопрос. Почему у вас из методик исчезли критерии научности и системности из ваших методов? Где обоснованность, где объективность? Объясните, пожалуйста. В соответствии с федеральным законом оценочной деятельности оценщий должен руководствовать федеральным законом и федеральными стандартами оценки. В этом законе четко написано статья 12-я. Если оценка выполнена с учетом требований закона федеральных стандартов оценки, то отчет об оценке считается документом, содержащим сведения доказательного значения, а итоговеличенно указанного в данном отчете является достоверной и рекомендуемой для совершения сделки совершенных мотивов. Сейчас не ваше выступление, спасибо большое. Исчерпывающий доклад был. Комит Абиджанович, очень интересный. Я потом, с точки зрения практики, хочу тоже поддержать некоторые тезисы, о которых он говорил. А сейчас я предоставлю слово Миколею Тимулу Харитовичу, директору гарантированного фонда Республики Тома.